Сегодня у нас задача, знакомая для большинства автомобилистов. Нужно из пункта А попасть в пункт Б через пробки и, возможно, незнакомой дороги. Что делать? Использовать спутниковую навигацию. Для этого проверяем спутники. Что с ними? Сигнал? Отличный. Теперь находим нужную нам точку на карте. Скажем, работа. Путь проложен. Отлично. Это программа «Космонавтика». Я Георгий Коптелин. Поехали. Россиян интересует, зачем нужна система ГЛОНАСС, когда давно существует и успешно работает система GPS. Ну, затем, зачем китайцам, например, понадобилась система Бэйду, а европейцам спутники Галилео. Все системы, в принципе, могут быть интегрированы, но только есть ситуации, когда спутниковая навигационная система должна быть исключительно технологически независима. О том, какие это ситуации и чем отличаются спутниковые системы в нашем репортаже. В стерильной частоте с хирургической аккуратностью идет работа над новыми приборами для спутников ГЛОНАСС. Полвека назад здесь готовили миссию на Венеру, потом на Марс. Теперь лучшие инженерные умы создают аппаратуру для российской навигационной системы. Здесь, в этих стенах, в этой организации, в течение многих десятков лет создается аппаратура полезной нагрузки аппаратов ГЛОНАСС, начиная с самого первого аппарата и до сегодняшнего дня. Рудольф Бакитько на предприятии с 1957 года. Начинал ГЛОНАСС, когда он был еще и не ГЛОНАСС вовсе, а Ураган. Систему задумали в 1976-м, как сугубо военную. Нынешние спутники, конечно, не читать тем первым, рассказывает Рудольф Владимирович. В этой камере у нас установлена аппаратура, которая отрабатывается для установки на аппараты ГЛОНАСС-М. Эти аппараты будут оснащены новым сигналом, уже с кодовым разделением, который расширит функциональные возможности. Новые спутники ГЛОНАСС действуют уже в двух диапазонах. Навигационный сигнал может быть с частотным разделением, как на всех аппаратах ГЛОНАСС, и с кодовым разделением, как у американской системы GPS. Российские спутники теперь будут работать и так, и так. Сигналы с частотным разделением и с кодовым разделением, каждый из этих принципов обладает своими достоинствами и недостатками. В данном случае недостатки сигналов с кодовым разделением мы компенсируем сигналами с частотным разделением и наоборот. У аппаратов новой серии ГЛОНАСС-К корпус спутника негерметичный, в отличие от предшественников. Раньше, попадив в герметичный спутник, например, «Метеорит», аппарат быстро выходил из строя. В агрессивном космическом пространстве, где суровой радиации и перепады температур, воздействий извне очень много, так что отказы случались частенько. Негерметичный аппарат, он не страдает этими недостатками, но рождает более жесткие требования к аппаратуре. Но если оптимизировать по совокупности, то все-таки лучше сделать более устойчивую аппаратуру к внешним воздействиям, каждую отдельно независимую, то есть как бы становится каждый независимый герметичный. Но в этом случае она становится более живучей, как в целом по аппарату. А учитывая, что здесь применяется резервирование, троирование, дублирование, то это решает в целом, задача решается более оптимально. Однако ГЛОНАСС — это не только навигатор в руках пользователя и космический аппарат на орбите. Спутниковую навигационную систему круглые сутки поддерживают из Земли. Данные в этот центр поступают с сети станций, размещенных на территории России, а также за рубежом. Спутниковый сигнал, пронизывая ионосферу Земли, может преломляться и давать погрешность. Могут быть и технические сбои на аппарате, ну, например, из-за магнитных бурь. За данные о достоверности навигационного сигнала, поступающего на навигатор или мобильный телефон, отвечает система станций дифференциальной коррекции и мониторинга, сокращенная с ДКМ. Они разбросаны по всей планете. Применение информации потребителям, которая подготовлена в данном центре, позволяет обеспечить точность места определения потребителя до одного метра. Такую станцию коррекции и мониторинга недавно открыли в Бразилии. Это первый базовый объект ГЛОНАСС в западном полушарии. Для пользователей в этом регионе точность работы российской системы заметно увеличилась. Эти наземные станции необходимы для поддержки системы ГЛОНАСС, для измерения параметров спутников, выдачи поправок необходимых для того, чтобы уточнить сигнал, повысить точность местоопределения, местоположения, тем самым повысить конкурентоспособность нашей глобальной системы ГЛОНАСС. Кроме Бразилии, такие станции установлены, например, на Южном полюсе, в Антарктиде, ну и на всей территории России. Всего их больше 20, ну а будет 50. От станции, корректирующий сигнал, за считанные секунды поступает в Москву, в Центр сбора информации. Оперативность с момента возникновения до момента доведения не более 10 секунд. Вот это требование Международного комитета по гражданской авиации, ИКАО, впредь в планах ужесточить это требование до 6 секунд. В авиации наличие такой системы – вопрос жизни и смерти в буквальном смысле. Когда самолет идет на посадку по приборам, любые помехи в работе навигационного сигнала – угроза жизни сотни пассажиров. Ну а для армии точная навигация – залог успеха в любых действиях. Любая армия, которая хочет считаться современной, без использования глобальной спутниковой инновационной системы, просто не сможет вести современные боевые действия и, разумеется, не сможет одержать победу. Те страны, у которых есть своя спутниковая навигационная система, а это пока только Россия и США, точнее бьют в цель и могут отключать сигнал для врага. Так, например, делали американцы во время бомбежек Югославии. То же самое можно проследить и на военных конфликтах на постсоветском пространстве, в частности Грузия, осуществляя свою операцию вторжения в Южную Осетию в 2008 году. Точно так же использовала американскую систему GPS для, во-первых, точного вывода тех или иных подразделений в точки, которые были изначально определены в ходе данной войны. Вопрос, нужна ли Россия своя навигационная система, уже давно не стоит. ГЛОНАСС прочно вошла в нашу жизнь. Теперь же с развертыванием аналогичной европейской системы Галилео и китайской Бэйду позиционирование может достичь действительно ювелирной точности. И тогда спутниковая навигация сможет заменить человека. Самолет без пилота? Да почему бы и нет. Сейчас на высоте почти 20 тысяч километров вращаются 28 спутников ГЛОНАСС. Некоторые из них в резерве, но это нужно для стабильной работы системы. Она работает стабильно. Не многие знают, но практически все современные смартфоны оснащены двойным чипом ГЛОНАСС GPS. Более того, посох Деда Мороза оснащен модулем ГЛОНАСС. Это нужно для того, чтобы сейчас отсматривать, где и кому он дарит подарки. Так что то, что сто лет назад казалось сказкой, причем как в прямом, так и переносном смысле, сейчас становится реальностью. На этом все. Это была программа «Космонавтика» и я, Георгий Коптелин. До встречи. КОНЕЦ